Общежитие. Как много в этом слове. Для студентов это целая эпоха жизни. Злые коменданты, общая кухня и один душный этажи. И все-таки для молодых людей это необычные годы. Новые знакомства и новые впечатления. Правда, теперь такое необычное место для студентов может перестать существовать. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала отказаться от общежитий. Она заявила, что такая форма проживания дискредитировала себя за годы советской власти и устарела. Также отметила, что есть много вариантов, где может жить молодежь. Например, кооперативы и дома с квартирами-студиями. Российский студенческий союз считает, что инициатива главы Совета Федерации заслуживает публичной дискуссии и предлагает создать программу предоставления льготного жилья для студентов. Мария Морозова живет в общежитии уже не первый год. И с такой инициативой она согласна. Именно в этом общежитии кухню закрывают где-то вечером в 11. И душ по ночам не работает. Если ты работаешь, приходишь вечером, то, естественно, у тебя времени и поесть, возможности нет. Не помыться, не поесть. Студенты-первокурсники считают иначе. Для них общежитие, наоборот, чистое и светлое. Условия хорошие, вода горячая, каждый день мы можем нормально купаться. Это, наверное, самое главное. Если студенты живут в общежитии, они общаются друг с другом, они узнают друг друга, разные национальности общаются друг с другом. Но в квартирах, мне кажется, такого уже не будет. Если сравнивать российские общежития с зарубежными, то можно заметить большую разницу. Чистые просторные помещения и широкие коридоры. Да и внутренняя отделка комнат радует глаз. К тому же, в зарубежных странах предоставление молодежи социального жилья или помощь в покупке квартиры по броской цене – устоявшийся опыт государственной социальной политики. В России же такая система может быть использована только в случае увеличения государственного финансирования. Поэтому пока вопрос вынесли на публичную дискуссию в Совет Федерации. Теперь остается ждать и надеяться, что студентов ждет светлое будущее в просторных помещениях.